Времени суток. Хотел бы вам рассказать о том, как правильно снимать кресло передние на ВАЗ-2109. Значит, у некоторых вызывает это сложности. Сложность эта возникла у меня. Значит, есть определенная последовательность по снятию данного кресла, она довольно несложна. Первое, что нужно сделать, это откатить кресло вперед и открутить задние винты, болты, если хотите, на ползунках с одной и с другой стороны. Передние пока не откручиваем. Кресло выдвинуто полностью вперед. Откручиваем крепежи передних стоек, сиденья. Здесь 4 болта. Раз, два. И там три, четыре. Откручиваем их. Еще раз повторюсь, кресло полностью выдвинуто вперед, так, чтобы проще было снять ее. Затем кресло откинется, но увидите. Продолжим. Открутим передние и продолжим. Крутили гайки на передних стойках, на креплениях передних стоек. Также подкрутили болты скреплений салазок. Только лишь сзади, спереди еще не откручивали. Еще раз напомню, сиденье максимально должно быть вперед выдвинуто с помощью ручки регулировки положения сиденья. Если вы этого не сделаете, вы рискуете погнуть шпильки, приваренные к кузову при съеме креплений стоек. Если вы это сделаете, то будут у вас проблемы. Поэтому сдвигаем кресло, и оно должно сняться без усилий. Продолжим. Получается, кресло автоматически откидывается назад. Шпильки сохранили. Теперь, с помощью ручки, полкаем сиденье полностью в заднее положение. И здесь откручиваем две гайки. С этой стороны и стой на салазках. Это последняя гайка, после чего мы сможем изъять кресло. Или демонтировать все в свое положение. Делаем вот они болты на салазках. Откручиваем их, и кресло легко будет демонтировано. Снимать больше я ничего не буду, как я буду его вытаскивать. Надеюсь, что я помог вам разобраться, как правильно снимать водительское и пассажирское передние сиденья. ВАЗ-2109. Также снимаются и в восьмерке, и в 14-й, в 13-й, в 15-й и так далее. Спасибо за внимание.